Жители дома 58 по улице Лермонтова в Якутске бьют тревогу из-за сомнительного соседства с мини-гостиницей. На днях утро жителей началось со страшной картины. Прямо на ступеньках подъезда они обнаружили труп молодого человека. Он выпал с балкона квартиры на восьмом этаже, где, по словам жильцов, находится гостиница «Северяне». В течение нескольких часов, пока правоохранительные органы вели проверку, людям приходилось выходить на улицу, переступая через тело умершего человека. И это уже не первый случай. Подробности в материале Саргаланы Захаровой. Жители дома на улице Лермонтова, 58, уже не первый год борются с соседями. Частные гостиницы открывались в разное время почти во всех подъездах. Буквально в прошлом году из-за нерадивых постояльцев арендной квартиры соседи чуть не пополнили списки погорельцев. Но на тот раз ситуацию получилось разрешить. После происшествия с возгорания собственник квартиры расторгнул договор с предпринимателем. Однако так просто владельцы гостиницы отказываться от прибыльного бизнеса не собирались. И спустя некоторое время она вновь открылась уже в другой квартире. Если мне память не отшибает, она там чуть ли не с 2000 какого-то начальных годов. Поэтому образовалась она, появилась в 58-м, 4-м подъезде. С той стороны вход, как бы там еще хоть как-то заставили ее хоть сделать отдельный вход. Но ведь они же уже обнаглели. Они не делают отдельных входов и не переводят из жилого в нежилое помещение. Люди же там не проживают. Они приехали туда, им ничего не надо. Они что хотят, то и творят. Господи, там недавно, в этом году уже батареи даже отопление сорвали. Последней каплей жителей стал несчастный случай. В 9 утра на глазах у прохожих развился насмерть молодой человек. На записях камер наружного наблюдения видно, что погибший выходит на балкон 8-го этажа, который как раз-таки принадлежит этой заполученной гостинице, и перелезает через ограждение, он зависает на довольно-таки долгое время между этажами и затем срывается вниз. Как рассказали нам в ТСЖ, это не первый случай, когда отдых компании в гостинице заканчивался трагедией. Но ни полиция, ни власть не в силах избавить жителей от нежелательного соседства. Предприниматели прикрываются посуточной арендой и названием «Хостел», которые, в отличие от гостиниц, не подвергаются проверкам. Однако в мае этого года в Госдуме прошел в первом чтении законопроект о запрете хостела в жилых домах. В первоначальном виде документ полностью запрещал любую гостиничную деятельность в этом секторе. Но позже его смягчили. В пакет поправок внесли предложение размещать хостелы либо на первых этажах, либо собирать подписи у соседей и собственников других квартир. В последнем случае, если даже один из владельцев смежных помещений будет не согласен, то хостелы придется искать другие варианты.